Районный центр Малвотицы в годы Великой Отечественной войны находился буквально на линии фронта. Здесь повсюду шли ожесточенные бои. Неудивительно, что почти все экспонаты в местном музее настоящие. Сюда их приносят поисковики с полей о сражении. И именно здесь в музее проходят самые важные мероприятия, связанные с увековечиванием памяти павших героев. Личность пермика Ивана Павловича Плешкова установили в сентябре этого года. Во время полевой вахты у деревни Будькова поисковики обнаружили воинское захоронение с останками 48 красноармейцев, 86-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Кировской области. Здесь же у нас началось, по сути, освобождение нашей территории. Невдалеке от нас Москва. Шли, можно сказать, кровавые просто бои. И участвовали там почти все люди национальностей из разных республик, краев, областей. Поэтому у нас с ним обнаружат то из Кировской области поисковики, то из Новосибирска погибших. Вот в этот раз с Пермского края. В составе поискового отряда вместе со взрослыми впервые работали школьники из Кировской области. Одна из них, Валерия Цельцова, и обнаружила орден Красной Звезды, который впоследствии помог вернуть сержанта Плешкова из небытия. Номер этого ордена из первой сотни. А награда сама учреждена в конце 30-х годов. С войной с этой небыло. Сначала мы думали финской, а потом, когда из архива передали, что орден вручен в 1939 году, мы поняли, что это связано с Халкинголом. Представляете, для девочки, не знаю сколько, 14-15 лет, найти ниточку, которая ведет к возвращению бойца домой, это для нее на всю жизнь. То, что дети пропускают через себя, настолько важно для них, что мы-то порой смотрим со стороны и говорим, слушай, ну не зря же, значит, все это делается. Ведь для поисковика не самое главное перенести с места на место останки, кости там. Самое главное, чтобы его никто не забыл. Мы же и занимаемся увековечиванием памяти. Память о бойце все это время хранила и семья Ивана Плешкова. Правда, до недавнего времени сын геройски погибшего красноармейца мог только гадать, что скрывается за сухой формулировкой пропавшей без вести. Я разговариваю с внучкой, с мамой Павловичем. Она говорит, что отец всегда ждал и надеялся получить какое-то известие о своем отце. Мы были, конечно, рады о том, что все-таки они теперь знают, как погиб, где погиб их отец, их муж. Это первая радость была. И вторая радость – они всегда боялись, что их отец пропал. Не только без вести, но и попал в плен. Этого не произошло. Минута молчания венчает торжественную церемонию передачи останков бойца представителям Пермского края. Спустя 80 лет отважный солдат с победой возвращается домой, где его похоронят со всеми почестями, а он, наконец-то, обретет покой на родной земле. Из Моревского района Ирина Ускова, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение.